Ребят, всем привет! Мы сегодня приехали в Белогорский район с Белым скалом. Усилился ветер, скорее всего будет дождь. Не знаю, успеем мы что-нибудь поснимать. Думаю, успеем. Приятного просмотра! Поехали! Продолжение следует... Ямы, лужи. После дождей, конечно, здесь ехать сложновато. Особенно на низких машинах можно прочесать бузом. Через 500 метров пункт назначения находится слева. Крепость такая. Белая скала номер один. Все очень живописно, очень красиво. Красота, конечно. И вы еще такая. Друзья, посмотрите, там у нас грот. Белая скала номер один. И, собственно, наверху там древнее городище Ак-Кая. Погодка нас не очень радует. В Крыму продолжаются идти дожди. И мы все равно выбираем время, чтобы посетить достопримечательности Крыма. И мы их посещаем. Именно, чтобы вам показать и самим посмотреть. Древнее городище Ак-Кая. Сейчас я все про него расскажу. Крепость Ак-Кая появилась на нетронутом участке скалы. До скифов там никто не проживал. Ученые доказывают, что поселение имело столичный статус и являлось предшественником Неаполя скифского. Такое предположение вполне обосновано. Если существовал новый город, логично, что где-то должен быть старый. Ак-Кая был построен на рубеже 4-3 веков до н.э. Примерно за полтора века после возникновения крепость шесть раз была сожжена. После пожара в 1-3 веков Ак-Кая могла вовсе исчезнуть. Но в эпоху Средневековья она снова стала большим укрепленным хазарским городом. Он существовал в 8-9 веках н.э. Нынешнее название городища пошло от Белой скалы Ак-Кая. Раньше употреблялся топоним Мушаш, теперь село Вишеное. По сегодняшний день историкам все еще известно, как сами скифы величали свою столицу. Недалеко от города находился царский некрополь. Рядом было обнаружено шесть скальных святилищ с петрогликами. Эти находки подтверждают предполагаемый статус Ак-Кая как столица царских скифов. Крепость Ак-Кая появилась в этом уголке Крыма не случайно. Ее удачное географическое положение позволяло контролировать торговые пути между большими городами полуострова, что было не менее важно, чем возможность обороняться от врага. Во время раскопок в городе выявили множество товаров, которые изготавливались в других черноморских поселениях и даже на берегах Средиземного моря. А его население знало несколько языков. Бездорожье-бездорожье. везде грязь ребят прям очень большая грязюка после дождей так как нам лучше сюда подъехать я вижу тут 22 заезда но тут прям сильно давать давай сюда так ну дорога здесь конечно только тут только на него гонять на крутых прокачанных него как у лёхи из канала не скучный крым ребят давайте прогуляемся сейчас посетим это замечательный грот ребят нас везде встречают котики и и они все на самом деле очень ухоженные посмотрите какой холеный котик взять чудо природы прям вот такое что-то знаете неземное все лица вдоль стены зеленый коврик летают какие-то непонятные мушки а их кстати не видно их видно только когда включишь ярко вспышку один из самых больших гротов в крыму здесь супер просачивается водичка на скресет туда он даже вино слушая накапает тут скорее всего когда тают снега да 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 вот друзья я не заметил я шел прям как мог бы сюда и провалиться да вот посмотрите ребят вот ванночка такая купель а водичка да вот отсюда где тут капает скорее да посмотрите ну да представляю какой напор воды но это скорее всего капельками она кап 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 капает это выбило вот такой вот купель уже столетиями тысячелетиями клевенько кап 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 видишь просачивается водичка думали поехать еще на самую белую скалу но увидели вот такую вот табличку проезд всех типов авто и мототранспорта запрещен в соответствии там законом друзья мы не будем нарушать закон мы не поедем на машине на белую скалу можно туда пройтись пешком ну далеко с детьми идти но нам летать над белой скалой никто не запрещал правильно так что друзья полетели и посмотрим красивейший вид аэросъемки на белую скалу друзья полетели м м м м м м м м м Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok